Здравствуйте! События города и области в программе «Местное время» в студии Елена Жерлова. Главные темы выпуска. В раздолье первый пост находится, там уровень Китоя 189 сантиметров. И там ситуация снята с контроля, поскольку она не угрожает уже больше никому. И у нас сейчас на территории Китоя на 8 часов уровень 3,316 сантиметров. Последствия затяжных дождей. За день уровень Китоя поднялся больше, чем на полтора метра. В форме был одет, как и пропал. Потому что, чем пропал, то нашли... Найдено тело погибшего полицейского. На поиски ушло 12 дней. Он у меня самый лучший во всех смыслах. А вы как жену выбирали? Увидел и полюбил. Встретил одной единственной. Праздник вечных ценностей. Ангарчане отметили День семьи, любви и верности. Почти на 2 метра поднялся уровень воды в реке Китои в воскресное утро. Это стало поводом для беспокойства многих ангарчан, чьи дачные участки находятся вдоль береговой зоны. Однако, по словам руководства ГОИЧС, до критического повышения еще далеко. Вода остановилась на отметке 350 сантиметров при допустимой 475. Стоит отметить, что вода стала спадать в тот же день. Снижение его началось уже в 12 ночи. Сначала он упал на 2 сантиметра. Сейчас значения, которые были последние нам даны, это было в 8 часов. Значит, по замерам гидроэтих наших постов в раздолье, первый пост находится, там уровень Китоя 189 сантиметров. И там ситуация снята с контроля, поскольку она не угрожает уже больше никому. И у нас сейчас на территории Китоя на 8 часов уровень 316 сантиметров. То есть он упал почти на 35 сантиметров. И ту же угрозу уже не представляет, потому что он будет дальше снижаться. В выходные дни службы ГОИЧС находились в состоянии повышенной готовности. Мониторинг ситуации проводился каждые 2 часа. Об опасности подтопления были предупреждены председатели всех садоводств, а также руководители загородных лагерей. Жертв и разрушений на территории округа стихия не принесла. Найдено тело сотрудника ангарского отдела ГИБДД Алексея Матонина, который пропал без вести 28 июня. В воскресенье утром его обнаружил рыбак. Тело прибило к берегу реки Кито недалеко от садоводства этилен. Напомним, 35-летний инспектор утонул при попытке спасти нетрезвого правонарушителя, который самостоятельно выплыло и остался жив. Коллега старшего лейтенанта Матонина Евгений Бумажников был найден в реке на следующий день. Прощание с Алексеем Матониным состоится в ритуальном зале «Реквием» во вторник, 12 июля в 11.30. Тело передано сотрудникам полиции. Для дальнейших уже не смеют. В форме был одет, как и пропал. Потому что чем пропал, то нашли его. В минувшие выходные в реке Ангара в Усольском районе было обнаружено тело еще одного утонувшего мужчины. Погибший пока не опознан. Сообщается, что он среднего возраста был одет в брюки от спецодежды. Следственный комитет по городу Ангарску возбудил уголовное дело по факту смерти полуторагодовалой девочки. По материалам следствия, вина лежит на матери ребенка. Малышка захлебнулась дома в ванной при купании. Трагедия случилась в микрорайоне Китой. Обнаружила младшую дочь без признаков жизни. Сейчас следственным делом проходят необходимые следственные действия. Женщина сообщила, что девочка, скорее всего, ударилась головой в ванну и захлебнулась. В субботу утром на Ангарском проспекте под колесами автомобиля погибла женщина. Тойотовиц, за рулем которой находилась девушка, сбила пешехода на зебре. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. По данным ГИБДД, в происшествии усматривается вина и водителя, и пешехода. Вероятно, погибшая не убедилась в безопасности движения и резко выбежала на дорогу, прямо перед машиной. По факту аварии в отделе госавтоинспекции проводится проверка. На минувшей неделе это уже третий ДТП со смертельным исходом. Сообщение о перестрелке поступило в полицию в субботу вечером. Экипаж выехал в 84-й квартал во двор 18-го дома. По словам очевидцев, нетрезвый мужчина стрелял из травматического оружия в воздух, чем изрядно напугал прохожих. В пресс-службе УВД города факт стрельбы опровергли, сообщив, что местные жители перепутали звуки выстрелов с запуском петард. Пострадавших в происшествии, к счастью, нет. Подразделения Ангарского управления МВД отчитались о результатах проделанной работы за 6 месяцев. Текущий год стал плодотворным на пресечение преступной деятельности ОПГ. В суд передано 20 уголовных дел. Докладчик отметил, что в прошлом году за аналогичный период показатели были нулевыми. При содействии ФСКН и ОМОН задержали группу наркоторговцев. Кроме того, правоохранители выявили банду гаражных воров, которых подозревают в 40 преступных эпизодах. Возбуждено 10 уголовных дел. 7 человек задержаны при попытке хищения нефти. Необходимо отметить раскрытие ряда резонансных преступлений за истекший период. Задержанную в первом квартале группа расследуется. Группа жителей Уссули-Сибирского, занимающихся совершением краж авто-мототранспорта. Работаем по 14 эпизодам. Совершили кражи в Иркутске и Ангарске. Дорабатываем в настоящее время задержанным. Группа, которая с использованием служебного положения в Сбербанке совершали хищение денежных средств у клиентов в Сбербанке. Пока меняется 6 эпизодов. По приведенным данным, в этом году в два раза по сравнению с прошлым снизилась детская преступность. Однако возросло число заявленных в розыск несовершеннолетних. На сегодняшний день 9 человек еще не найдено. Всего в полицию поступили более 22,5 тысяч заявлений от граждан. Почти по третье из них было отказано в возбуждении уголовного дела. В детских оздоровительных лагерях Иркутской области ведутся проверки. В период с 21 июня по 8 июля комиссии, в составе которых члены регионального правительства и сотрудники надзорных органов, совершили около 500 выездов. Проверяющие обращали внимание на условия проживания, организацию активного отдыха и обеспечение безопасности детей. Серьезных нарушений не обнаружено. Тем не менее, на территории области этим летом выявлено два несанкционированных палаточных лагеря, не имеющих разрешения на работу. В одном из них нарушения уже устранили, а вот со вторым правительство Приангария расторгает контракт. Палаточный лагерь «Солнечный берег» Ольхонского района внесен в список недобросовестных исполнителей. По данным МИСУ, с развития региона сейчас в 129 учреждениях области отдыхают около 15 тысяч детей. С 5 июля жители Приангария могут сообщить о нарушениях в сфере организации летнего отдыха детей на специальную горячую линию. Диспетчеры работают в тесном взаимодействии со службами ГУЧС, МВД, прокуратурой и Роспотребнадзора. Организаторы рассчитывают собрать и проанализировать самые частые нарушения, а также оперативно реагировать на жалобы детей и родителей. Звонки принимаются с понедельника по четверг по телефону 8 800 737 77 66. Горячая линия будет работать до 1 сентября. Последствия урагана или халатность монтеров. На улице Файзулина рядом с автобусной остановкой в метре над тротуаром уже несколько дней висят провода. Прохожие с опаской обходят участок стороной. Напомним, вечером 5 июля из-за сильного ветра здесь с корнем вырвало дерево, которое упало прямо на линию. Тополь убрали на следующий день, а вот провода до сих пор не восстановили. В окружной администрации сообщили, что это оптоволокно, которое не представляет опасности. И добавили, что постараются найти владельца линии в ближайшее время. А вот в городских парках и скверах станет светлее. На минувшей неделе завершились работы по восстановлению электролиний и светильников. Фонари у Музея Победы простояли разбитыми с апреля 2015 года. Чтобы избежать повторных попыток вредительства, в местной администрации решили использовать антивандальные конструкции. Применили новые светодиодные фонари. Бить там нечего. Получилось неплохо. Затратили на это миллион сто шестьдесят. По результатам аукциона у нас очень хорошо упала цена. Ну и в принципе, я думаю, что в дальнейшем в парках, при обустройстве парков, скверов и детских площадок мы будем применять именно такие. Также освещение восстановлено в парке Дворца культуры «Нефтехимик» и в сквере на прикрестке улиц Карломаркса и Чайковского, в 88-м квартале. Любовь и верность навсегда. На главной городской площади 8 июля ангарчане встретили один из самых молодых, но, безусловно, красивых государственных праздников. Напутственные слова и советы молодоженам давали супружеские пары с многолетним опытом, а все желающие перед своими любимыми произнесли клятву верности. Все подробности торжества в сюжете Натальи Зарубиной. Праздник семьи, любви и верности на Центральной площади открыли воспитанники творческих коллективов. Юные таланты – самое лучшее доказательство того, что в городе живут крепкие семьи, которые умеют трудиться, отдыхать и всесторонне развивать своих детей. Мы знаем, что ради семьи мы способны на многое. Ради семьи мы стремимся вперед, ради семьи мы получаем те результаты, которым стремимся, чего-то достигаем. Это стимулирует нас жить, это стимулирует нас работать, стимулирует нас растить наших детей умными, добрыми, красивыми, успешными. Организаторы праздника наградили семейные пары, которые прожили в любви и согласии 50 и более лет. Валентин Иванович и Галина Афанасьевна Зуевы – бриллиантовые юбиляры. Имея за плечами долгий опыт счастливой жизни, пять детей, восемь внуков и четыре правнука, сегодня они дают советы молодым, как сберечь супружеское счастье. На праздник пригласили приемные и многодетные семьи. В непростое для страны время многие ангарчане находят силы и возможности брать под опеку, усыновлять и рожать по два, три и даже пять детей. Нисколько не страшно. Все-таки государство дает поддержку, как бы там ни было. Понятное дело, что под лежачий камень вода не бежит, над самим двигаться. Ну и страха особого нет, честно. Надо рожать, мне кажется. Чем больше, тем семья крепче. Украшением вечера стал выход на центральную площадь молодых семей, которые совсем недавно связали себя узами брака. Ведущие в образе символов праздника Петра и Февронии Муромских еще раз напомнили молодоженам о том, с какими сложностями придется столкнуться на пути к супружескому долголетию. Рассказали они и о вечных ценностях настоящей семьи, уважении, понимании и всепрощающей любви. Он у меня самый лучший во всех смыслах. А вы как жену выбирали? Увидел и полюбил. Встретил одно единственное. Он правда любовь впервые. Здесь же, перед лицом всех зрителей, молодые пары еще раз обменялись обручальными кольцами и произнесли клятву верности самым дорогим и любимым людям. Наталья Зарубина, Владимир Селиванов, Местное время. Провести лето с пользой для здоровья и творческого развития можно, не выезжая из города. Мастер-классы по рукоделию и нанесению аквагрима накануне прошли в парке строителей. Все желающие также могли принять участие в танцевальном вечере, посвященном дню семьи. Парк строителей считается одним из самых излюбленных мест отдыха у ангарчан. В тени аллеи здесь можно отдохнуть с друзьями, а большой фонтан давно облюбовала местная детвора. В минувшую пятницу на танцевальной площадке развернулось празднование Дня семьи, любви и верности. В нем приняли участие лучшие народные коллективы города. Творческая группа «Родная песня» удивляла слушателей чистотой и мелодичностью русской национальной музыки. Ну а ансамбль лошкарей Всероссийского общества слепых поражал синхронностью исполнения самых сложных композиций. В праздничной программе приняли участие общественные организации «Право на жизнь. Близко к сердцу» и «Клуб преодоления». Также мы провели соревновательную программу для детей и взрослых, где совместно участвовали семьи. Нас поделились условно на две семьи и команды. Это у нас было «Цветы радости» и «Совершенство». Победила, как всегда, дружба. Для всех желающих специалисты Центра поддержки общественных инициатив организовали мастер-классы по вязанию, изготовлению народных кукол и цветов лотоса. А самым маленьким участникам праздника художники совершенно бесплатно навесли аквагрим. Наталья Зарубина, Владимир Селиванов, Владислав Филиппов. Местное время. Это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий. До свидания. Продолжение следует...